Мой дом, моя крепость. Так звучит старинная пословица. Но по мнению нашего правительства, этот самый дом и не совсем наш оказывается. Каждый год вынь да положь за него налог. Государство же любезно позволило тебе пахать в поте лица и всего остального и приобрести таки недвижимость. Так что за эту любезность, будь добр, плати налоги, да еще и немалые. Если твои мозги и трудоспособность позволили тебе приобрести несколько единиц жилья, то готовься раскошеливаться и платить в 4 раза больше. Такое ощущение, что не любят у нас тех, кто умеет зарабатывать больше, чем на хлеб с маслом. Я сейчас не о тех, кто обогащается незаконными путями. А таковых у нас тоже немало. Вот их-то и можно было бы потрясти. Но вот я почему-то очень сомневаюсь, что они будут платить повышенные налоги. Об этом сегодня и поговорим. Салем до стар. С вами Тимиргали Ахат. И это прямо Покунаева. Думаю, ни для кого не секрет, что в Казахстане разрабатывают новый налоговый кодекс. И столько в нем заботы о народе, что аж плакать хочется. Не так давно мы говорили о том, что этот чудо-документ предусматривает повышение НДС, а также отмену транспортного налога. Но при этом повышение цен на бензин. Если вы еще не видели этот выпуск, обязательно посмотрите. Просто перейдите вот по вот этой вот ссылке. Вы узнаете, чем грозит это новшество простому народу. Ну а сегодня мы обсудим еще несколько предлагаемых нововведений. В последнее время все чаще поднимаются вопросы нового налогообложения, и налог на жилье не стал исключением. Правда, чиновники все время путаются в показаниях. Кому же они планируют этот самый налог увеличить? Вот, например, министр национальной экономики Алибек Куантыров заявлял, что мера коснется владельцев 10 квартир и более, когда рассказывал о налоге на роскошь. По его словам, сумма налога будет зависеть от стоимости объекта. То есть, если у человека имеется 10 квартир в среднем по 50 квадратных метров, он платит за каждую квартиру в год 10 тысяч тенге налога. Каждый объект считается индивидуальным. Суммарно это около 100 тысяч тенге, напомнил министр. Теперь же планируется суммарно все объекты сложить, и чем выше стоимость объектов, тем выше налог. То есть, если сложить все эти 10 объектов, то суммарная стоимость уже будет 100 миллионов тенге. Я сейчас говорю условно. Соответственно, налог будет выше, где-то 1400. То есть, в 4 раза увеличивается налог, пояснил министр. Мне вот только интересно, где господин министр квартиры в 50 квадратов за 10 миллионов тенге нашел, и точно ли это роскошь? Ну да ладно. Тем временем, заместитель министра национальной экономики Азамат Амрин заявил, что роскошь – это не 10 квартир, а уже 3. По его словам, обладателей более трех квартир, или домов, или земельных участков в соответствии с новым фискальным законодательством ожидает повышение налога. Про стоимость квартир уже речи не было. Переживаю я, что к моменту принятия кодекса роскошью может стать и одна квартира. Кстати, к информации о заявлении Амрина люди пишут интересные комментарии. И они ведь в корень взряд. То есть, если ты выбился из разряда нищих своим умом и трудом, то государство сделает все, чтобы тебя туда обратно вернуть. Нечего тут из общей нищей массы выделяться. А вот олигархи, как жили припеваючи, так и продолжат. Переоформят все свои богатства на родственников и друзей. А то и вообще выведут за границу и принципиально не будут платить налоги. Мы вышли на улицы и спросили, что сами люди думают по этому поводу. Налог на жилье – удивительный вопрос. По одной причине, что он уже все налоги платит, квартиру купил, ему не подарили. А он еще налог должен с него платить. Сами подумайте. Ну, я считаю, что да, потому что это будет, опять же, все уходить в республиканский бюджет. У нас увеличится бюджет элементарно. Можно будет эти деньги инвестировать дальше. На какие-нибудь реорганизации или ремонтные дороги те же. Мне кажется, это уже зависит от количества. Если несколько, мне кажется, не надо. Если там 10 квартир, то да. Я считаю, что да. Правильно. Правильно. Потому что есть налог на роскошь. Те, кто больше зарабатывает, могут и платить больше. А это же идет в казну именно Казахстана. Так что я думаю, это правильно решение. Ну, я считаю, не надо увеличивать. Зачем? Ну, человек заработал, в принципе, вложил свой труд. Когда все это заработано честным трудом, пропорционально платится, я думаю, нормально. Я думаю, нет. Вот если они получают с этих квартир доход, вот с этого дохода, да, надо платить налог. А с владения просто считаю, что они стоят. Ну, я думаю, что это не совсем правильно. Ну, почему они должны платить больше? Есть квартиры, там сколько положено заплатить, а больше почему? Народ тоже в большинстве своем считает, что мера не совсем правильная. Хотя есть и те, кто верит, что эти деньги пойдут на развитие страны. Предполагаю, что у них нет своей кровно заработанной квартиры и с налогами они еще не сталкивались. Вот и получается, что пашешь, пашешь, а потом захотел деньги сохранить и вложить в недвижимость, чтобы их не сожрала жестокая и беспощадная казахстанская инфляция. Ну, не тут-то было. Ты теперь богач, так что будь добр, плати в четыре раза больше. А то правительство не умеет грамотно распределять бюджет, так что латать дыры надо, однако. И делать это оно умеет исключительно за народный счет. И то, что за последнее время более-менее начало выходить из тени, благополучно обратно туда вернется. Если так хочется заставить богатых платить больше, то уже четко определить, кто такие богаты и что такое роскошь. Чтобы, как обычно это у нас бывает, репрессии не ударили по простому народу. Вот здесь самое главное, надо понять, что такое богатство, что такое роскошь. То есть понятия такого в нашем законодательстве четкого определения нет. То есть мы говорим, предполагаем, что если имеешь там две-три квартиры, но выделить это роскошью, опять же, я не могу сказать точно. То есть можно иметь и одну квартиру, и она будет роскошью. Все-таки мы отходим от стоимости квартиры, сколько она стоит. Та шкала налогообложения, которая есть, в принципе, ее можно и сохранить, не надо ее увеличивать. То есть если мы в верхних пределах смотрим, где там 2% налогообложения, и стоимость идет 200-300-400 миллионов тенге, конечно, здесь вот на эту стоимость, это, конечно, ни бабушки, ни дедушки, здесь можно увеличивать эту стоимость. Но там, где в пределах квартиры, вот если мы любое возьмем объявление, что квартиры там в Астане, в Алма-Ате, там в других регионах стоят там от 20 в среднем, там до там 50 миллионов тенге, то есть одна квартира, это вот рыночная стоимость текущая, это не та кадастровая, которая осталась. То есть здесь однозначно, здесь, скорее всего, менять ничего не нужно. То есть та налоговая ставка, которая была, она должна остаться. Что должно поменяться? Поменяться это должна совокупная. База налогообложения. То есть я говорил, что у нас база объединяется, то есть если человек имеет несколько квартир в одном или в нескольких регионах, то есть компьютер должен это все это собрать, посчитать его совокупную стоимость, и уже исходя из него делать налогообложение. Тогда будет правильно. А если предположить, что люди, имеющие несколько квартир, сдают их в аренду, но вряд ли недвижимость будет без дела простаивать, то не проще бы было вывести их в законную плоскость, как арендодатели, при этом заинтересовать, ввести какие-то преференции, и всем бы было хорошо. Международный опыт, вот как они с этим справляются? Налогообложение именно большого количества квартир с целью введения какого-то бизнеса, например, сдачу в аренду именно в недвижимости, делаются льготы для компаний, и инвестиционные фонды недвижимости, или рииты, их говорят еще. То есть для них существует отдельная налоговая шкала, то есть отдельные ставки налога, которые будут меньше, чем для юридических лиц. То есть у нас, говорим, полтора процента для юрлиц, это ставка на имущество, именно по недвижимости. Тогда людям, то есть им будет выгоднее платить меньше вот эту ставку, меньше как с юрлиц, и на этом зарабатывать деньги. То есть нужно вот именно придумать вот такие налоговые преференции именно для юридической какой-то формы. То есть она есть в форме АО, есть в форме закрытых паевых инвестиционных фондов, но для этого должен быть управляющий, то есть там немножко дорого. И еще одна форма, это форма ИП, вот где можно облагаться. Поэтому здесь нужно подумать еще о каких-то дополнительных преференциях, может быть, так сказать, до какой-то формы, чтобы человек вышел из тени. И это действительно вывело бы из тени огромный пласт финансовых потоков. Между тем, меры в том виде, в котором они сейчас предлагаются, с большей долей вероятности уведут в тень еще больше, чем там было до того. Так нужны ли нам изменения в налоговом законодательстве и в какой его части? Если мы начнем делать налогоблажение как в развитых странах, тогда мы будем считать, что такое медианная стоимость, средняя стоимость в этом регионе. То есть пока, я думаю, мы не готовы это определять. То есть лучше оставить из понятного то, что есть. Вот есть у нас вот такое налогоблажение, лучше его и оставить. То есть если мы делаем революцию какую-то, это будет сложно во всех стадиях. И в налоговой сложно, и людьми сложно, и это будут протесты и еще какие-то вещи. Лучше вот это не менять. То есть мы говорим, что есть разумная стоимость одной квартиры. То есть у нас она 0,5% до 70 миллионов тенген. То есть, наверное, это разумная стоимость одной квартиры для жилья. Свыше него, конечно, это уже увеличивание. Можно увеличивать какие-то ставки. Понятие, да, во втором, то, что я говорил, что понятие семьи должно быть, чтобы не было вот этих махинаций, переписывания квартир там на членов семьи. То есть там много людей, это можешь переписать, там все это, и они будут меньше налогоблагаться. Поэтому семья должна, ну мы должны над этим задуматься, чтобы семья сдавала именно одну декларацию. То есть не две декларации, как муж и жена. То есть они совокупно имеют общее имущество, общее нажитое имущество. Ну а нам остается только надеяться, что за год чиновники проанализируют все свои ошибки, прислушиваются к голосу народа и примут решение, которое и бюджету поможет, и по простым людям не ударит. Ну а мы с вами, как обычно, встретимся прямо по Кунаево. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, о чем хотите поговорить. Вместе у нас обязательно получится хотя бы что-то, изменить к лучшему. Кстати, хотел бы поблагодарить этот канал за предоставленную площадку, где мы можем говорить открыто и без цензуры. До скорого, друзья!